Минобороны подтверждает 8 дронов. Все они, по данным ведомства, были поражены. Но вот по данным источников базы, аппаратов было около 25. Большую часть из них сбили силы ПВО в Подмосковье. Часть беспилотников зацепились за деревья и провода, поскольку летели на сверхмалой высоте. Три беспилотника врезались в жилые дома. Один из этих аппаратов внес взрывные устройства, которые не сдетонировали. Нет ничего хорошего в этом видео. Ситуация страшная. Невозможно не содрогаться от подобной картины. Люди в мирных домах не должны просыпаться от взрывов и находить осколки от разбитых окон в своей постели. Не должны успокаивать перепуганных детей. Так быть не должно. Но ведь важно понимать, почему в небе над Москвой появились беспилотники. Ведь в небе над Киевом беспилотники, а также крылатые ракеты каждую ночь. У российской пропаганды очередной приступ нечеловеческого лицемерия. Гнев, призывы к реваншу, истерика. Владимир Соловьев даже вернулся к исходной мантре, о которой, казалось, в Москве стыдливо подзабыли. Российские ВКС наносят высокоточные удары исключительно по военным объектам. А то, как происходят атаки на Киев, конечно, выглядит совсем по-другому. Мы работаем исключительно по военным целям. Те пытаются что угодно запустить куда угодно по гражданским целям. Не случайно попадают они в гражданские дома. Общество от жирной рублевки до сонных пригородов должно трансформироваться. Из вялой пятерни в сжатый кулак. Карфаген должен быть разрушен. Какого хрена вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? То, что они на рублевку летят к вам домой. Да и хрен-то с ним, пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? К Пригожину и его новому имиджу богатыря из народа, эдакого правдоруба, мы еще вернемся. А пока я хочу вам показать реакцию на утреннюю атаку от ведущего шоу «60 минут» Евгения Попова. Того самого, что чудесным образом, благодаря электронному голосованию, стал депутатом Государственной Думы. Вот что он пишет у себя в телеграм-канале. Сегодняшняя атака на столицу ничем не отличается от взрывов на Гурьянова, в переходе метро Пушкинская, аэропорта Домодедово, захвата заложников на Дубровке и других терактов. Всем вместе, спокойно и хладнокровно. Нам предстоит доделать работу по уничтожению террористов. Нет, Евгений, сегодняшняя атака отличается от тех террористических актов. Те совершались в мирное время. Сейчас Россия ведет кровопролитную войну в соседнем государстве. Впрочем, сходство есть. И тогда, и сейчас президент у России Владимир Путин. И тогда, и сейчас угроза жизни населению страны, как и гибель людей, для него мелочь. Начиная пресловутую СВО, он должен был понимать, что война придет и в Россию. Но дело в том, что смерть – его неизменный спутник. Утром, в 8 часов 40 минут по местному времени, то есть час пик, произошел взрыв в метро между станциями Повелецкая и Автозаводская. В Чечне сегодня просили с правозащитницей Натальей Естемировой, похищенной и убитой накануне. В Грозном сквере журналистов на траурный митинг собрались десятки человек. Оттуда процессы направилась в Ишхой юрт. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Американский сенатор Линдзи Грэм объявлен в розыск в России. Политик вызвал бурю эмоций своим высказыванием в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. В ролике, опубликованном офисом президента Украины, Грэм утверждает, что смерть россиян – самая удачная трата американских денег. При чуть более внимательном рассмотрении, впрочем, оказалось, что ничего подобного сенатор не говорил. Смонтировать фразы американского политика таким образом, чтобы вышло поощрение убийства граждан России – идея, очевидно, принимающей стороны. И в действительности диалог выглядел так. История эта показательная и делится на несколько направлений. Первое. Киев ведет не только горячую, но и информационную войну с агрессором. Ведет успешно. Мы об этом много говорили в прошлом выпуске. Командно Зеленского не в пример заржавевшим пропагандистам держит в тонусе весь западный мир, заставляя политиков с репутацией буквально ежедневно говорить об Украине, помнить о войне, осуждать преступника. Одновременно порой случаются провалы, подобные этому. Искажать слова американского сенатора опасно и контрпродуктивно. И здесь то ли неудачная шутка монтажера, то ли слишком смелый, читай, неразумный политический ход. Второе. Официальные лица в России поставили себя в глупое, дурацкое положение, схватившись за ролик без всякой проверки, как будто ждали подобного давно. И вот, наконец, с улюлюканем бросились клеймить Вашингтон. Грэму, есть с чем сравнить нынешние инвестиции Соединенных Штатов Америки. И те их инвестиции привели ко Второй мировой, для нас Великой Отечественной войне, и к Холокосту, к которому они и сейчас так трепетно относятся. Интересно было бы, чтобы кто-нибудь из ученых оценил размер Ленд-Лиза и помощи нацистской Германии. То есть американцы, сколько помогли нацистской Германии и сколько Ленд-Лиз. Возвращение вокруг несуществующего высказывания, смешанное с очередным историческим фейком об американском финансировании Холокоста, быстро сменилось призывами ликвидировать самого сенатора. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийство сенаторов. Пусть он вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клемента Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиота, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков. Если он действительно это сказал, я надеюсь, что у нас живы в стране сыновья Судоплатова, внуки Судоплатова, ученики Судоплатова, учеников Судоплатова. Не составляет никакого труда. У нас есть его адрес. Наконец взялись за дело российские следственные органы. Да-да, те люди, которые выписывают дела на врагов России, ищут и находят иноагентов, проводят обыски, сажают, назначают сроки, убивают. Вот эти функционеры так хорошо делают свою работу, что заметить монтажную склейку на ролике и поинтересоваться исходным видео им в голову не приходит. Поэтому Александр Бастрыкин поручает возбудить против Линдзи Грэма уголовное дело. Когда становится ясно, что в Москве поторопились, МИД возмущается. Все эти подробности только отвлекают. Захарова от своей твердой позиции не отступит. Информация о монтаже лишь, цитата, трусливое оправдание. Что дальше? Нам скажут, что Линдзи Грэм по рождению нейросети и его не существует? Попытка оправдаться обречена на провал. Отмыться от таких слов, даже если они были произнесены порознь, уже невозможно. Собственно, репутация Линдзи Грэма задолго до этого неловкого эпизода в Киеве носила определенное количество пятен. Убежденный ультраконсерватор из Южной Каролины, он известен с симпатиями к Дональду Трампу и борьбой за запрет абортов по всей Америке. Но вот отмыться от поощрения убийства россиян Грэму не придется. Просто потому, что он это не поощрял, ничего подобного не говорил. Что в этой истории по-настоящему важно? Смерть граждан Российской Федерации, убийство, гибель людей привлекают внимание власти Российской Федерации только в момент, когда это повод призвать к ответу американского сенатора. В остальное время ценность жизни человека, живущего в России, государство приравнивает к нулю. Свежим могилам вагнеровцев не видно конца. Наемники Пригожина, среди них заключенные, гибнут тысячами на преступной подлой войне, развязанной для удовлетворения амбиций одного человека. Царство Вагнеровцев, не перейти их. Очень большое вкладыш. Полномасштабное вторжение в Украину, не поддающееся каким-либо оправданиям, убивает граждан соседней страны. Эта чудовищная несправедливость украинцев возмущает, заставляет бороться, мотивирует. Украина защищает себя и своих детей. В России люди идут на убой за деньги, за освобождение из колонии, кто-то от безысходности, кто-то от непонимания всего ужаса происходящего. Они берут в руки оружие. Многие возвращаются на родину в цинковых гробах. Владимир Путин и прочие государственные лица не появляются на похоронах, не выступают со скорбными речами, не обнимают плачущих вдов. Они просто отправляют на войну новых людей. Ведь Россия большая страна. И знаете, я думаю, уголовник Пригожин нашел в народе свою аудиторию, в частности, из-за видео с трупами. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья и те, блядь, которые не дают нам боеприпасы, суки, будут в аду жрать их по траха, блядь. Пригожину здесь как бы жалко убитых. Он как бы защищает своих парней. Он вроде как о них заботится. И поскольку больше никто даже не делает вид, то этот вопль убийцы с кувалдой вызывает отклик. Убийца с кувалдой становится самым эмпатичным, сочувствующим представителем государства. И это страшный знак нового времени. За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту. Ну, без зон имеется в виду. Эти цифры, по всей видимости, сильно занижены. Масштабы катастрофы ширятся буквально с каждым днем. Ну, допустим, 20 тысяч. Это же гигантское число. Это же человеческие жизни. Как вышло, что человек с именем и фамилией, человек о чем-то мечтавший, чего-то хотевший, чей-то сын, муж просто утонул в мутной, липкой компании Владимира Путина по разрушению соседней страны и своей. И пока дети в Киеве бегут в укрытие на фоне сирены воздушной тревоги. Пока российские ракеты падают на больницу в Днепре. Пока из завалов в Умане извлекают тела мирных жителей. В России главенствует агрессивное равнодушие. Точнее, оно, это равнодушие, навязывается властью. По телевизору кошмар вторжения не показывают, а только расстраиваются, наблюдая, как украинские города, несмотря на террор, выживают. Попробуй усомниться в задачах пресловутой СВУ. Получишь штраф или срок. Попробуй публично задать вопрос о смысле убийства украинцев и гибели российских солдат. Получишь то же самое. В больших городах Москве, Петербурге, Екатеринбурге не хоронят массово мобилизованных. А значит, общество молчит. А если слышит упреки, то отбивается от них привычной уже методичкой про 8 лет, англосаксонских трансгендеров и боевых комаров. Так удобнее, безопаснее и делать ничего не нужно. И когда ответным обстрелом подвергается приграничная Белгородская область России, то немедленно отыскивается внешне виноватый. Осознать, что тебя убивают свои же, страшно. Для многих просто невозможно. Сегодня мы такое испытали страшное. И не думали, что наш город пострадает так. Но сегодня, как никогда, нам было очень всем страшно. Губернатор Вячеслав Гладков констатирует, что в Белгородской области война. Нравится кому, не нравится, а она идет. Противник заходит, сказал он. Из слов Гладкова следует, что в область проникало, по крайней мере, 6 ДРГ, диверсионно-разведывательных групп. Люди боятся, их можно понять. От нас орудие стоит, скажем, в километрах в 10-15. Мы слышим выстрел, и через 3 секунды мы видим прилет или слышим прилет. То есть проходит 2-3 секунды. Какое укрытие может быть? Где-то ближе к обеду оно началось. И потом просто где-то с получасовыми интервалами продолжалось. До вечера почти. Прилеты довольно кучно ложились. То есть в одном районе там буквально какие-то знакомые могли с одной улицы только выехать на другую. И туда следом прилетало. Скажите мне срок, на который нужно уехать. Я тогда, да, построю свои планы, отправлю детей куда-то там и так далее. Но на сколько это затянется? Неделя или 5 лет? Или 3 года? Или год? Итак, какой выход из положения находит Вячеслав Гладков? Оригинальный. Присоединить Харьковскую область Украины и Дева с концом. Что еще можно сделать для безопасности территории, особенно в приграничных районах? Харьков присоединен к Белгородской области. Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова спросили об этой инициативе губернатора. Мол, как в Кремле оценивают такое предложение? Это относится уже к категории вопросов, связанных с поведением СВО. Поэтому я не могу это никак комментировать. Чтобы люди в Белгородской области не боялись. Чтобы прекратились обстрелы, чтобы дети мирно спали по ночам, достаточно остановить войну. Просто остановиться. Ведь это самый простой, самый надежный способ защитить граждан России. Ровно это, в ответ на истерические проклятия Дмитрия Медведева, предлагает России сенатор Линдзи Грэм. Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне прекратили погибать в Украине, выйдите из Украины, остановите вторжение, остановите военные преступления. Правда заключается в том, что вам и Путину плевать на российских солдат. 23 марта 2022 года в Киеве в результате российского обстрела погибла Оксана Баулина, журналистка издания «Инсайдер». Она была гражданкой Российской Федерации. По факту убийства нашей коллеги не было возбуждено даже дежурного уголовного дела. Потому что им просто плевать. Как было плевать все эти годы с самого начала правления Путина. Эта фраза, как и сакраментальная мочить в сортирах, тоже про смерть и убийство, визитные карточки действующего президента Российской Федерации. Пока в августе 2000-го моряки на подводной лодке «Курск» умирали, Владимир Путин, подозреваю, размышлял над тем, как бы выйти из неприятной геополитической ситуации с наименьшими личными потерями. На борту находились 118 человек, ни один из них не выжил. О взрыве стало широко известно лишь спустя два дня, а иностранную помощь Кремль принял через неделю, когда живых на борту уже не было. Верховный главнокомандующий явился на место катастрофы спустя 10 дней. А на местах, где были взорваны жилые дома, он за все годы не появился ни разу. Зато успешно воспользовался трагедией для начала Второй Чеченской, то есть дальнейшего кровопролития. Леденящий страх россиян перед террором привел Путина к власти. Смерть сделала его президентом. Смерть сопутствует ему все эти 23 года. При нем убивают журналистов, стреляют в политического оппонента. А других оппозиционеров травят. Те чудом выживают, потом оказываются за решеткой. При нем захлеб обсуждается восстановление смертной казни. Вступив в 1996 году в Совет Европы, мы соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что сейчас происходит на полях специальной военной операции, стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму. И сам он, выстроив вокруг себя бесконечные ряды защитных укреплений, другим предлагает умирать бодро, не задумываясь. Это, если вы вдруг забыли, президент России рассуждает о ядерной войне. Речь о массовом уничтожении людей. Огромного числа. И зря он, конечно, говорит «мы». Он-то из бункера будет кнопку нажимать. Не сомневайтесь. А вот остальные? Кремлевский нарратив предполагает регулярное возвращение к мысли о смерти за родину. Если ты патриот, будь готов. И почему-то совсем никогда людям не предлагается пожить. Им предлагается либо умереть от водки, либо умереть на войне за Путина. Чтобы второй вариант выглядел более привлекательно, родственникам покойного обеспечиваются всякого рода плюшки. Шубы, дрова. Иногда миллионы рублей. Ужас в том, что в наших нищих регионах, а именно оттуда большинство участников так называемой СВО, за эти плюшки люди готовы умирать. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Ну, правда. Спасибо большое от чистого сердца вам. Мы давно привыкли, что российское государство за своих граждан не вступается, не спасает их. Мы знаем, что оружейного барона Виктора Бута в пропагандистских целях будут вызволять всем правительствам, а затем выдружать его на сцену в любой непонятной ситуации. И звать его читать лекции. И делать из него живой карикатурный памятник сегодняшнему безумию. Но не пошевелят пальцем для спасения Софьи Сапеги. Мы привыкли, что голливудское спасение американского рядового Райана, или самое настоящее спасение израильского солдата Гелада Шалита, истории из другой жизни, западной, где царит, по рассказам пропаганды, разгул педофилии. А на самом деле ценится каждая человеческая жизнь. Потому что каждая человеческая жизнь бесценна. В России сама церковь благословляет убийства. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяния равносильной жертве. Смерть одного человека – трагедия. Смерть миллионов – статистика. Эту фразу приписывают Иосифу Сталину. Правда, ни одного подтверждения тому фактчекерам найти не удалось. Это на самом деле и не важно, говорил Сталин или нет, но все его правление доказывает приверженность принципа убийства без разбора. Владимир Путин претендует на лавры своего предшественника. Здесь есть только одна хорошая новость. В марте 1953-го стало ясно, что диктаторы тоже смертны. Продолжение следует...